Ситуация, которая знакома многим жителям многоэтажных домов, бездомные коты в подвалах. Защитники животных ведут нескончаемую войну с теми, кто равнодушен к братьям нашим меньшим, и не просто равнодушен, но часто беспощаден и уничтожает беззащитных созданий. Такое происходит, к примеру, в доме номер 28 на улице Сущинского. Почему право на жизнь имеют даже бездомные коты, расскажет Валентина Руина. Девять кошачьих трупов нашли весной этого года. Бездомные кошки, как предполагают местные жители, были отравлены. А возможно, они просто умерли с голоду. Ведь животные оказались замурованными в подвале. Это произошло в доме номер 28 на улице Сущинского. Неравнодушные к бездомным винят в этом местных жителей, которые лишь и думают, как избавиться от беззащитных. Ради этого они идут на любые варварские методы. Пропадают постоянно кошки. Закрывают они здесь окошечки у них. Вот вчера хотела воды налить, они, значит, все выкинули. Все еще такие гадости говорят во след. Иногда проходишь мимо, плюются они, представляете? Опасно даже вот так вот как-то. Палками кидались. Вот у нас кошка здесь бегает, она в нашем доме жила. Потом вот у нас кошечку мы одну подобрали, больную. Вика вот вылечила ее, и она у нас так прижилась. А эта кошечка взяла в другой дом. И вот они ее палками кидали за беременную кошку. Все окна в подвал закрыты, кроме одного. Сюда-то и приходят добрые люди подкармливать кошек. Приносят им воду и еду. Поэтому достается не только животным, но и их любителям. От обидных оскорблений до практически побоев. Местные жители не раз замахивались на них камнями. Женщины, которые пытаются как бы их пристроить и покормить, они почему-то ведут себя по отношению к этим женщинам очень агрессивно. Оскорбляют, да, плюются там, я не знаю, как-то обзывают вообще. Как-то какие-то демонстративные действия делают, которые оскорбляют. Вот хулиганские какие-то побуждения у них. Жители дома бьют тревогу. Квартиры заполонили блохи. Во всем винят живущих в подвале кошек. Виктория Митяева, одна из защитниц животных, настойчиво спорит с ними. Они говорят, что у них блохи в подвалах, да, но блохи в подвалах заводятся только от сырости, от того, что подвалы не проветриваются. Можете сами посмотреть, да, то, что у них все закрыто здесь, и воздух там скапливается, плесень, блохи, грибок, все это, соответственно, из-за этого. А животные тут совершенно ни при чем. Право на жизнь животных планируют отстаивать. Защитники кошек будут обращаться в полицию. Валентина Руина, Андрей Просвиркин. Наши новости.